Первая кандидатура на пост главы департамента образования уже есть. Кировские активисты предлагают на место Александра Петрицкого пригласить заведующую детским садом, которую уволили за то, что та пристроила беспутевок четырех детей. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Еще один пикет на тему детских садов собираются собрать кировские активисты. На этот раз он пройдет в поддержку уволенной заведующей детским садом номер 41. С ней расторгнут договор после проверки, в ходе которой выяснилось, что она устроила четырех детей своих сотрудников незаконно, то есть без путевки. Активисты, собирающие людей на пикет, предлагают именно ее сделать новым начальником департамента образования. В Вересниках началось строительство нового бассейна. Территорию уже огородили и начали завозить туда технику. 25-метровый бассейн появится рядом с легкоатлетическим манежем. Стоимость строительства спортивного объекта 237 миллионов рублей. Сдать его обещают уже в этом году. У школы детских садов оборудуют 90 новых пешеходных переходов. И в общей сложности запланирована модернизация более 300 нерегулируемых пешеходников. Там будут установлены 36 мигающих светофоров. У школы детских садов появятся и так называемые лежачие полицейские. На некоторые участки обещают добавить и фонарей. В январе в Кировской области подорожали легковые машины и лекарства. В Кировстаде прошлись по ценникам в магазинах и автосалонах. Из продуктов больше всего подорожал виноград, огурцы и помидоры. В аптеках цены выросли на валидол, корвалол и аллахол. Продолжение следует...